Вчера появилась статья в прессе и в средствах массовой информации. Накт Нафтогаз Украины повестил всех жителей Украины о том, что существуют определенные проблемы с получением номинации у многих предприятий теплокоммунэнерго по Украине. В эту группу предприятий вошли в основном все ТЭЦ, которые находятся на сегодняшний день в государственной собственности. И из всех ТЭЦ, которые были представлены в этой информации на сайте, Одесская ТЭЦ на сегодняшний день имеет наиболее высокий процент расчета по номинациям за газ, порядка 84%. Но сейчас идет разговор не о том, сколько мы должны ТЭЦ. Там у нас есть свои юридические взаимоотношения, свои графики погашения реструктуризации. Есть определенное 217-е постановление, по которому идет расщепление денежных средств. То есть Одесская ТЭЦ пока в том состоянии, которым источником погашения как долга по ТЭЦ, так и долгом по Накнафтогаз есть два. Это население, которое нам на сегодняшний день, потребители наши, которые нам сегодня должны достаточно серьезную сумму, которую я уже называл, и помощь городского бюджета. Также было указано предприятие теплооснабжения города Одессы, как один из низкооплачиваемых, скажем так, которые имеют низкий порог входа. Но это не совсем соответствует действительности. Картина по Украине следующая. Все крупные предприятия городов-миллионников имеют проблемы с получением номинации на сегодняшний день. Почти все предприятия не имеют 90% порога разрахунков за природный газ. Предприятие теплооснабжения города Одессы тоже имеет наиболее высокий показатель на уровне 86%. Городским советом, в частности сессии городского совета, неоднократно принимались решения о финансовой поддержке предприятия теплооснабжения города Одесса для того, чтобы своевременно получить номинации в прошлом году. Такая же финансовая поддержка оказывалась и в прошлом году, и мы успешно вошли и начали отопительный сезон. Такая же финансовая поддержка предусмотрена бюджетом города для получения номинаций, также успешного входа в отопительный сезон. Пока на сегодняшний день у нас все дотации, все решения сессии проведены, все решения приняты. Есть уже решения о бюджетных назначениях действующих. Пока сумма дотации, которая будет требоваться дополнительно, но сейчас проводятся расчеты, сумма дотации будет зависеть от того, как рассчитывается население. Это основной ключевой момент. Чем больше рассчитается население, тем, соответственно, меньше дотации из бюджета нам надо будет просить, чтобы оказали финансовую помощь. Несмотря на все, скажем так, помощь городского бюджета, городских властей, которые реально обратили внимание на проблемы нашего предприятия и реально оказывают живую помощь, как по подготовке к сезону, так и по погашению задолженностей перед НАК на автогазом, существует достаточно серьезная задолженность у категории наших потребителей, таких как население и юридица. Суммарная задолженность по состоянию на сегодняшний день по предприятию составляет 464 миллиона гривен, из них 437 миллионов – это долги населения. Поэтому, как вы помните, в прошлом году руководство города приняло решение сохранить действующий тариф. Поэтому прошлый отопительный сезон мы прошли при действующем тарифе, что существенно сказалось, и многие действительно почувствовали, существенно сказалось на семейном бюджете. И, скажем так, такая преференция, просим обратный реверанс со стороны населения, погасить максимально короткие сроки задолженность за потребленную тепловую энергию. Это поспособствует более качественной подготовке системы к отопительному сезону, более своевременному и безопасному получению номинаций, и тем самым обеспечит успешное прохождение отопительного сезона. К отопительному сезону у нас по графику начинается, если не по климатическим условиям, в зависимости от погодных условий, стартовая цифра для нас – это 1 октября. То есть мы на 1 октября должны подготовить полностью, в полном объеме предприятия к подаче теплоносителя в город.